Здравствуйте! Я Ольга Кулейкина, дизайнер интерьеров. Сегодня мы вновь вернулись на наш объект, загородный дом под названием «Дом с восточной мансардой». На сегодняшний день все помещения подготовлены уже к установке мебели. Все защитные пленки сняты с полов, и мы видим уже интерьер практически в готовом виде. То есть у нас создается полное впечатление будущего интерьера, потому как полы, освещение и стены уже подготовлены. На предыдущем видео мы видели, что дверные проемы еще были не закрыты полотнами, двери не были установлены. В настоящее время мы видим красивые итальянские двери, в данном случае темного цвета полотно. Такие же двери установлены на последующих этажах, на втором и третьем. Но дизайн первого этажа предусматривал светлые полотна молочного цвета с классическим рисунком. Поэтому такого плана двери установлены на первом этаже. Обратите внимание на розетки-выключатели. На первом этаже выключатели и розетки белого цвета. На последующих этажах розетки-выключатели предусматривают возможность вставки обоев или покраски. На предыдущем видео вы видели, что установлены были розетки в заводском исполнении, без вставок. Далее мы увидим, как выглядят эти розетки со вставками обоев и покраски. Они полностью сливаются со стеной и создают ощущение отсутствия этих электроприборов. В гостевом санузле первого этажа в настоящее время установлен высокий плинтус и вот такой симпатичный полотенцесушитель. Мы находимся в спальне второго этажа. На одном из предыдущих видео мы все видели, что здесь отсутствуют радиаторы и была некая петля. В настоящее время установлен дизайн радиатор вот такой формы большой высоты для того, чтобы полностью обеспечивать теплом это помещение. В остальных помещениях тоже установлены радиаторы разной формы, разной высоты, необходимые для отопления. В этой же спальне находится в полу розетки. Почему? Потому что размещение мебели, в частности спального места, определяет именно необходимость розеток в полу, потому что за изголовьем находится окно, окно закрывается шторами и до стены остается достаточно большое расстояние. Чтобы потом не задевать за провода, которые могли бы тянуться от тумбочек к стенам, если бы розетки были установлены в стене, мы сделали розетки в полу. Соответственно, это будет нам более удобным вариантом решения и комфортным. В этой же комнате уже установлен камин. Камин еще не сделан в отделке из камня, но кассета уже стоит и покрашены все стены. Розетки-выключатели здесь также в белом цвете, но в остальных помещениях они уже со вставками, обоев и покраски. Мы находимся в детских комнатах второго этажа. В настоящее время вы видите полностью открыт швейцарский паркет в ярких оттенках, уложенной елочкой. На предыдущем видео я показывала только фрагмент этого пола. И сейчас мы видим уже, как это полностью читается в интерьере с покрашенными стенами и оклеенными обоями. Это ванная комната второго этажа. В настоящее время уже установлен унитаз, гигиенический душ, полотенцесушитель, закреплена стеклянная шторка для ванны и установлена мебель для ванных комнат. Здесь еще впоследствии мы установим из натурального камня столешницу. Эта мебель сделана по эскизу в столярной мастерской. Вот жемчужина этого дома. Ванная комната в отделке из натурального камня. В настоящее время уже покрашены стены, покрасили потолок с черной полосой, установили вот эти стеклянные ограждения. И самое главное – это зона релакса, это душ-тропический ливень, который обладает особыми терапевтическими свойствами и позволяет клиенту погрузиться в сингапурский отдых. Мы находимся в просторной душевой зоне. Здесь мы видим душ под названием тропический ливень, известного немецкого производителя, лучшего на сегодняшний день в мире. В этой части стены находится управление душем и душевая лейка. Здесь мы можем включить лейку или переключить на другие режимы воды. В этой части находится регулятор напора воды. Это термостат. Термостат для того, чтобы установить нужный нам режим температуры, не обжигаться и не обливаться холодной водой. Если захотелось облиться холодной водой, термостат регулируется на другую температуру и можно обливаться холодной водой. В этой части находятся комбинированные режимы. Тут три программы. И здесь же есть выключение и включение света. Также здесь клавиши ароматерапии. Это можно заказать при покупке, такую возможность. И средства, которые заливаются для ароматерапии, находятся в отдельном блоке, в данном случае в соседнем помещении гардеробной комнаты. В нижней части находится длинный трап, как его иногда называют душевой лоток. Он тоже в отделке из камня. Для установки вот этих душевых систем требуются особые инженерные расчеты. И здесь подводка воды не как к обычному душу, а с другим диаметром труб. Мы находимся в хамаме. Здесь завершены полностью работы. Установлено все оборудование, которое находится в соседнем помещении. Выполнена отделка мозаикой, стен, пола. Полностью сформирована курна. Здесь же установлены смесители, душевая лейка и термостат. Сегодня я вам показала готовность всех помещений к поставке мебели. Особый интерес представляет тропический ливень, который я вам подробно продемонстрировала. Помимо канала YouTube и собственного сайта, у нас есть еще группа ВКонтакте и Инстаграм. Ссылка в описании. Подписывайтесь на мой канал. Будут новые видео. Много интересного, удивительного и полезного для вас. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok